Микс Ньюс Добрый вечер, голос Америкса и сам Америкс опять в студии. Прошла уже неделя и опять время быстро летит. И я сегодня опять с удовольствием отвечу на ваши вопросы и услышу ваши предложения, касающиеся нашего города Риги. Ну, то есть наша дискуссия открыта. Добрый вечер, говорим мы я, уважаемые радиослушатели. В студии работает Алиса Прохорова, помогает мне звукорежиссер Родион Золотарев. И сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам. Также вы можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии в нашем видеочате на портале mixnews.lv. И напомню, вы можете звонить нам и при помощи нашего приложения для смартфонов Mix Media Radio, все слова отдельно. Там есть кнопка автодозвона, можно звонить нам по телефону или по скайпу. Так что подключайтесь, используйте все каналы нашей связи и задавайте свои вопросы Висмэру Риги Андрису Америксу. Пока у нас нет звонков, мы начнем. И начнем, как всегда, с актуальных тем. Вот хотелось бы услышать, может быть, пару слов от вас про островной мост. Недавно сообщалось, что на строительство второй очереди моста уже был заключен договор со строителями. Вот когда, может быть, начнутся ремонтные работы и как это повлияет как на автоводителей, так и на общественный транспорт? На автоводителей это может, я считаю, повлиять меньше, чем в прошлом году. В этом году мы обязаны завершить все активности, касающиеся ремонтных работ на островном мосту. Я напомню, что основная проезжая часть уже полностью приведена в порядок. В этот год нам намечаются так называемые подъездные пути, то есть эти, как, ну, то есть от всех улиц, где надеждают и отъезжают от островного моста. Их надо привести в порядок, плюс, значит, завершение этого большого круга на Баускас-Поворота. Ну, практически, то есть до осени все, что касается островного моста, он полностью приводится в порядок. Кроме того, еще мы знаем, что в этом году будет много мероприятий. И также на Луцевсале там тоже продолжается благоустройство, ну, соответственно, всеми возможностями, которыми есть там парк. С другой стороны, это открытое концертное пространство. Там будет асфальтирована эта улица Луцевсала, то есть приведен в порядок дополнительные автостоянки. Но, конечно, если доступность, то, конечно, это и пешеходный туннель, который на втором уровне на островном мосту также находится. И после этого, как мы уже говорили, в этом году завершаем островной мост, потом бодрым шагом переходим к Вантовому мосту. Давайте примем звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот если мы свой дом, скажем, ну, сначала планировали там реновацию там со средствами Евросоюза, ну, там людям кажется, что это, ну, как бы дорого. А если мы вот определимся, что мы хотим провести, ну, так сказать, наружные стены там, ну, там, ну, там еще, чтобы, ну, как бы вид нормальный был. Ну, может, еще какие работы. Вот при каких условиях, я думаю, нам что-то компенсирует или нет, вот как вы говорили, что. Так, начнем с того, что я считаю, и буду считать будущим, что это один из таких важных моментов, ну, приводить эти в основе на панельные дома в порядок. И 602 серия, 119 серия, то есть другие еще под серии. То есть это сегодня, наверное, самый такой важный аспект, чтобы собственники квартир договорились об этом. Если утепляется дом, если утепляется дом, ну, я, к примеру, возьму 602 серию, ну, к примеру, ну, скажем так, 60 квартир дом, ну, больше, может быть, немножко. Соответственно, ну, чтобы принять решение об утеплении, ну, то есть это включает в себя и, ну, то есть наружные стены, это, значит, окна, но то, что чердак, все, что касается, значит, приведения дома в порядке, значит, сначала нужен энергоаудит, ну, то есть где самые большие дырки, по которым тепло выходит. То есть этот энергоаудит 80% того, если принято такое решение, 50% плюс 1 из жильцов, это 80% финансирует Рижский Дум. Ну, то есть он, в принципе, недорогой, да, он может стоить где-то 400 евро, ну, 500 евро, возможно, да, то есть это 80% финансирует Рижский Дум. После того, то есть тоже непосредственно уже решением 50 плюс 1 принимается решение, касающееся подготовки проекта. То есть проект также по правилам закона им нужно. Для этого проекта, ну, проект может стоить такому дому, ну, 3 тысячи, ну, 3,5 тысячи евро плюс-минус. То есть это, значит, этот проект. Это финансируется от средств, то есть жильцов. И дальше мы подходим к тому, чтобы уже начать реализацию проекта. Это самая дорогая часть. И для, во-первых, для того, чтобы его реализовать, нужно уже не 50 плюс 1, а 2 трети. То есть собственников квартир должны быть готовы, что этот проект реализуется. Такой проект стоит сегодня, ну, мне сложно сказать, стоимость сегодняшних строительных, ну, 300 тысяч евро, может, для такого большого дома стоит. Ну, исходя из этого, сегодня по европейским вот этим деньгам, да, то есть он, половина этих денег дает еврофонд. То есть вы не платите 300 тысяч, вы платите 150 тысяч. Вот, то есть это то, что касается, ну, еврофондов и утепления, скажем, сегодняшние эти правила это позволяют. И вам могут оконсультировать полностью, и ваши, если это дом управления, то они могут это проконсультировать. Если мы говорим сегодня о каких-то, ну, скажем так, отдельных ремонтных работах, там, приведении порядок лестничной клетки, приведении порядок фасада без утепления или каких-то работ, то это отдельная программа, которая сейчас новая, вступила в силу в Рижский Дума, о которой мы говорили уже год назад, это нормативный документ, который говорит так, что вот если создается общество, квартира собственников, раз, если они принимают решение о конкретных каких-то ремонтных работах, два, тогда, ну, соответственно, в этом каждому евро, который вставляется этот ремонтный фонд, соответственно, Рижский Дума дает одно евро со своей стороны, ну, то есть это тоже как бы 50 на 50, но такая это реальная ситуация, тоже это делает специальная комиссия, созданная в Рижской Думе, и, ну, это занимается агентура энергетики, но факт один, там есть и консультационный процесс, в любом случае, сегодня самое трудное, это убедить людей, что это нужно, потому что я им тоже много говорил, пенсионеры говорят, ну, а что мне там сейчас мучиться, там еще надо все-таки обязанности хоть на полсуммы, но брать, мне так и хорошо, что там, ну, то есть он как бы окупается, ну, то есть если это так через лет 7-8, в зависимости от стоимости тепла, ну, зачем, может, я так долго не проживу, еще какие-то аргументы, очень сложно убедить людей в этом, и я считаю, что все равно, то есть это сегодня очень важный шаг, и, ну, то есть если мы говорим по двум программам утепления, то есть это приведение порядка фасада с утеплительным всем эффектом плюс окна, все с это, то это европейские деньги 50 на 50 при условии, если, значит, две трети, в конце концов, на это решаются, если это какие-то отдельные ремонтные работы, то это, значит, соответственно, другая процедура, о которой я говорил, это создание общества, квартира собственников, то есть после этого уже решение дальнейших вопросов. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер, Балкон. Добрый. Добрый вечер, господин Америк. Добрый. Рига, Вайдовас 2, корпус 5. Уж сколько мы бодались, сколько мы звонили, писали. Я по поводу отопления. Вот пришел сейчас домой. Двухомнатная квартира, хрущевка кирпичная. 28 градусов. Просили, ну хотя бы отрегулируйте там датчик или систему всю эту. Мы боремся, мы стараемся, мы все. В субботу позвонили опять куча всех соседей, стояло рядом. Давайте отключайте. Они говорят, мы не отключаем. Отключает Рижская дума. Так вот, вопрос к вам, господин Америкс. Вы нас агитируете на реновацию домов. Сохранение тепла. Духомнатная квартира. Открыты все окна. 28 градусов. И вы предлагаете после этого 70 квартирам предложить реновацию? За свои же деньги? Хорошо, я слышал. Ответьте. Отвечу. Спасибо. Очень, может, сердитые сейчас эти аргументы, но Рижская дума, включая Америкс, не ходит с этой, как его, ключом. И не закрывает, и не открывает тепло. Я сразу это скажу. Соответственно, Рижская дума даже не принимает никакого решения, касающегося подключения или отключения какого-то дома от тепла. То есть, моя информация такая, что сейчас практически подавляющее большинство жилых домов отключены. То есть, эту задачу дает сегодня соответствующий, ну, если это по-большому, это дом управления, ну, соответствующий участок или наше предприятие, которое обхозяйничает это, ну, и которое, ну, там есть соответствующая процедура, как они принимают решения об отключении. Это однозначно неприемлемая ситуация, о которой вы говорите, но Рижская дума, как такой, ну, скажем так, структура Америкс, Шуков, я не знаю кто, мы ни с каким там ключом не бегаем и не подкручиваем или откручиваем это. То есть, мы, как, ну, скажем, политики, не принимаем эти решения. Сегодня есть многие дома, которые, ну, может, это было очень, это уже две недели назад приняли решение отключиться. То есть, для этого есть два вида, есть проблемы, конечно, что мы призываем. Если есть общество, квартира собственников, о которой говорил, тогда председатель этого, значит, звонит, дом управления, говорит, так, мы приняли, беру ответственность, приняли решение отключить от тепла. Всё, то есть, в этом однозначно тогда есть вопрос. Есть староста дома, есть такой ещё институции у нас, большая часть жилых домов, есть староста, это какой-то первый шаг к тому, чтобы мы создали какую-то, ну, скажем, структуру или самоуправление в доме. Но, однозначно, я не принимаю сегодня критику, что мы сознательно держим дома, значит, это в любом случае решение самых жильцов, и это отключается. И могу сказать, ну, сегодня, ну, процентов, ну, мне боюсь сейчас сказать эту цифру, да, ну, подавляющее большинство домов отключены уже. Ещё один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, господин Америк, с последующим вопросом. У нас есть в Риге очень красивая улица, Гарденнс, очень маленькая, может быть, вы знаете, там Рыжская дума открывала новый центр от Баррии Цестрады непозитронно-эмиссионной томографии, Гарденнс-13. Это рядом, где сейчас новые общежития построил, РСУ, там где-то, я сейчас так примерно думаю. Хорошо, ладно, я слушаю вас. Улица Марупас, где бывший арсенал, где пруд наш, Марупас. Да, да, да. Слушай. Следующий вопрос. Вот эта улица Гарденнс, очень красивая маленькая улочка была в деревьях. Теперь можно её переименовать в Мусорную улицу, потому что сотрудница Ригаснама Парвалды, Лайла Эглы, решила установить её контейнерами. И теперь врачи, которые едут в этот центр Страды, они едут мимо вот такого строя контейнеров, которые установлены с боков нескольких домов. Гарденнс-5, Гарденнс-7 на личной территории, потому что все дома выкуплены уже, и земля тоже выкуплена. Для того, чтобы это сделать, она взяла и разрушила площадку мусорную, которая была в течение 40 лет по адресу Марупас-17. Там всё было заасфальтировано, огорожено, она стояла тут, давно никому не мешала в глубине двора. Более того, начинается эта улица от улицы Марупас, прямо где остановка автобусная, семью контейнерами. Но это, в общем, превратилось просто в какое-то безобразие. Причём, меньше, чем 10 метров от окон установлены эти контейнеры, у каждого дома по два, по три. Как это всё можно вернуть на старые, как говорится, рельсы? Потому что мы не давали согласия, собственники этих жильцей этих пятиэтажек не собирались в собрание, не было вот это 50 плюс 1 согласия, позвонили в строю праву нам эту 4. Они говорили, что, буквально сказали, подняли свои все лемомсы, говорили, что они не давали разрешения Лигус нам и Парвалда на обустройство вот этих мусорных площадок по этой улице. И даже на установку каких-либо контейнеров. То есть это тоже нарушено. Звонили в инспекцию здравоохранения, потому что у нас тут пенсионеры, в основном инвалиды, живут в старые дома уже хрущёвские. Там сказали, что нарушены правила, потому что не соблюдены 10 метров не менее от окон живых домов. У нас никогда эти контейнеры здесь вдоль улицы не стояли. Как можно вернуть на старые рельсы? Спасибо. Я уточну, то есть что касается улицы Гарденес, не могу сейчас дать конкретный ответ, как их сразу вернуть. Поясню по мусорникам и контейнерам, ну, правила, они одинаковые для всей Риги. Во-первых, для каждого жилого дома, ну, есть та земля или прилегающая территория, которая прилегает к каждому жилому дому, будь то это пятиэтажка, будь то это девятиэтажка. Ну, то есть к каждому дому есть существующая территория. По этим правилам, значит, контейнер для каждого дома, ну, если, я не знаю, если нет какого-то договорённости какой-то другой, ну, обязаны находиться на территории, ну, то есть присоединённой к этому дому. То есть ты не можешь мусорники держать на соседней территории, которая не принадлежит дому. То есть где разместить эти контейнеры, а уже это следующий, ну, скажем, вопрос, касающийся пункта одного, где, значит, ну, то есть вот эти соблюдения, эти правила по расстоянию раз, по доступности этих мусоровозов два, ну, и, соответственно, есть многие жильцы, которые принимают решение, касающиеся того, что они ещё ключи ставят на свои мусорники, чтобы люди из соседнего дома мусор не носили на их мусорники. Очень много таких случаев в Риге, то есть ещё ключ ставят на эти мусорники. То есть мне, я уточню ситуацию по улице Гарден, мне очень трудно комментировать, но суть одна, то есть каждый, может, какая-то жалоба была, что если, как вы говорите, эти мусорники находились не, ну, скажем, юрисдикцией конкретных домов, и они находились на какой-то чужой земле, кто-то пожаловался, ну, я сейчас теоретически это говорю, я дам на ближайший, ну, радиоболтком какой-то более конструктивный ответ, но суть одна, юридически, да, то есть у каждого жилого дома есть своя земля, на этой земле где-то, на пункте А, пункте Б или где-то могут быть размещены контейнеры, то есть они, ну, как, должны быть разместены для каждого дома в своём месте. Если несколько домов договаривается о каком-то одном месте, ну, тогда они и платят за эти, ну, вывоз мусора в каком-то объединённом варианте, потому что мы знаем, что вывоз мусора также рассчитывается на количество, ну, скажем так, жильцов в каждом доме, он не является каким-то общим знаменателем, поэтому уточню, конечно, это по слуху сейчас, это не выглядит хорошо, но я дам свой комментарий более конкретный по улице Гарден. Мы сейчас прервёмся на новости рекламы, через несколько минут вернёмся и продолжим, не переключайтесь. Добрый вечер ещё раз. Проложается программа «Голос Самерик». Со студией у нас, как всегда, вице-мэр Геандрис Самерикс, который готов отвечать на любые ваши вопросы о развитии нашего города. Звоните нам 672 12 93 9, 672 13 93 9. Также, напомню, вы можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии в нашем видеочате на портале mixnews.lv и звонить при помощи нашего мобильного приложения «Микс Медиа Радио». Там есть кнопка автодозвона, вы можете звонить нам по телефону или по скайпу. И сейчас, прежде чем принять ещё один звонок, хотелось бы зачитать один из вопросов, который пришёл к нам на электронную почту. А то обязанности, это нам иначе не будут присылать. Да, обязательно, да. Вопрос звучит следующим образом. У больницы Страданье невозможно припарковаться. Мало того, что у больницы высокие тарифы на парковку, так там ещё и встать некуда. Такая ситуация не только на территории самой больницы, но и вокруг неё. Раньше некоторые оставляли машину у железной дороги, прямо на песке, но теперь там всё время дежурит полиция. Где же человеку можно оставить машину? Получается, что если тебя привезли не на скорой, и ты приехал сам, то тебе нужно мучиться только потому, что не рассчитано на место для парковок. И кто же отвечает за территорию вокруг больницы, самоуправление или медицинское учреждение? Во-первых, за территорию самой больницы отвечает больница. Я полностью, конечно, не согласен. Я могу сказать, что я отвозил маму и после этого забирал маму. Сам лично ехал, и можно въехать в больницу со стороны железной дороги, где есть ход на приёмную. Там ты берёшь талон, там первый, я сейчас не помню, первый полчаса или час бесплатно. Полчаса. Полчаса бесплатно. После этого там есть дополнительные платежи. Ты въезжаешь, выезжаешь. Конечно, если мы говорим о том, где разместить машины внутри территории, там нет юрисдикции Рижской думы, это принимает решение сама администрация эстрады. Но я думаю, что они тоже об этом думают, потому что это уже давно продолжается дискуссия, и что очень сложно разместить этот транспорт. Если говорим о наружной части, то всегда была дискуссия вот этой железнодорожной части, что там есть возможность разместить какие-то автостоянки дополнительные. Но мне надо сказать так, что эта территория принадлежит Латвийской железной дороге. И это 50 метров, это территория от рельс, и там они не дают с этим согласованием. Я не против, что там была бы эта стоянка, но Латвийская железная дорога по своим аргументам или причинам не даёт это согласование по этой автостоянке. Поэтому, к сожалению, с этой стороны железной дороги ситуация есть. Там дальше дорога, там некуда, мы не можем ничего придумать. У Рижки-Думы там нет ни одного собственности или ни одного участка земли, на который мы бы готовы были это сделать. К сожалению, там этого нет. С другой стороны, эстрады, когда подъезд идёт Сагинская, ну там тоже, ну там эти, сколько этих стоянок есть, только их есть. Ну, по сути, мне надо сказать, что на сегодня, да, это более, ну скажем так, адресованный вопрос и администрации эстрады. То есть мне очень сложно сейчас комментировать. Я сам лично это почувствовал, и когда я сам туда ехал. Ну, теперь мы звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вопрос к господину Америксу. Да, некоторое время обратно, может быть, полгода, может быть, год в эфире вам был задан вопрос по поводу улицы Юглас и транспортного потока, который сейчас проходит по Юглас, в том числе грузовой транспорт и в большом количестве. В связи с этим вы, кажется, я не помню уже, кто задавал, вы, кажется, отвечали по поводу того, что планируется постройка какого-то путепровода, который эту проблему, ну, решит. Я еще раз поясню. Да, спасибо. В связи с этим два вопроса у меня. Первый вопрос. Алло? Да, я вас слушаю. Первый вопрос. На улице Юглас находится школа-интернат, детская, потом детская спортивная школа, детский садик, школа, средняя школа, плюс еще, в общем, в таком плане, да? Считаете ли вы вот такую ситуацию, когда, скажем так, трасса, такая трасса оживленная, проходит через спальный район, просто прорезает его, да? Можно ли решить это какими-то другими способами, как это было ранее сделано через окружную, поток шел, окружная, рижская окружная? Это первое. Второе. Когда планируется вот тот самый путепровод? Если можно, более подробно, как он будет проходить? Спасибо. Я думаю, я где-то отвечал еще, не даже полгода, мы где-то несколько передач назад об этом также говорили. Я еще раз повторю, да, улица Юглас сегодня стала такой, как транзитной улицей. Да, полностью согласен с критикой. Она не заслужила столько большой интенсивности транспорта, и она, мы обязаны ее приводить в порядок. Реальная ситуация такая, что на сегодня, ну, у нас есть европейские деньги, которые предназначены для завершения двух, ну, основных завершающих этапов восточной магистрали, которые позволят вот этот тяжелый весь транспорт убрать от улицы Юглас. После этого мы улицу Юглас полностью будем ремонтировать, то есть сделать ее гладкой, такая же, как улица Абревибас. Это два этапа, это один, два с половиной километра от улицы Веталвас до улицы Эритю, это новая часть восточной магистрали. И второй, это этот виадукт от проспекта Вестура на улице Твайка, ну, то есть перестройка улицы Твайка. То есть тогда, не только по улице Юглас, мы уберем грузовой транспорт от набережной, кардинально изменится вся транспортная структура в Риге. Чтобы это добиться, то есть виадукт от проспекта Вестура на, значит, на Твайка, ну, я понимаю, сейчас строитель, то есть он сейчас в мае начнут копать, в конце апреля, может, уже подготовительные работы все. То есть у нас однозначно сроки приведения всего порядок – это 2021 год. Ну, то есть за это время мы обязаны полностью завершить освоение европейских денег, иначе их вообще не будут. То есть этот проект также Айеритюетов, там откуплены все земли, там есть проект. Я думаю, что он в этом году также его начнут копать. Ну, то есть вот и после этого мы можем иначе, ну, я, конечно, принимаю критику, что это там два с половиной года где-то, то есть время. Но у нас нет другой альтернативы сегодня по тому, как организовать транспортную общую систему в городе. После этого я скажу, ну, то есть это кардинально, она изменится. Ну, то есть освоение европейских денег, они в Риге даны. Ну, то есть и этот период завершается в 2021 году, хочешь, не хочешь. Еще третий, который мы обязаны завершить, это четвертая часть этого Южного моста, соединение Южного моста с Веной Басгатве, с Елгавским направлением. Это от улицы Зепная-Кална до улицы, то есть до Веной Басгатве, в Елгавском направлении. То есть практически после этого вообще грузовой транспорт, эти все траки, которые там гуляют, они, им будет запрещено гулять по Риге. Еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Вот хотелось как раз задать вопрос по поводу этой части от Зепы Николаевны до Вене Басгатве. Когда же наконец-то с мертвой точки сдвинется? Уже весна, уже скоро лето. Вы говорили, что в этом году уже начнутся, должны начаться работы там, но вов и ныне там. Дальше вопрос. Когда же наконец-то у нас начнут цивилизованные заплатки ставить на дорогах и ремонтировать аккуратно, нормально? Потому что во всех близлежащих государствах, в Белоруссии, в Эстонии, в Литве, даже в России, нормальные заплатки ставят, вырезается, аккуратно фрезеруется асфальт, надо метр на метр, значит метр на метр, надо 10 на 10, значит 10 на 10 положат заплатку. Если в Эстонии, допустим, даже колья на шоссе, 10 километров я засекал, 10 километров фрезеруется и аккуратно делается заплатка. У нас, извините, как на колхозном поле коровы погуляли, одни заплатки на некоторых дорогах, но это караул, ребята, в частности улица Тумас, по которой едет половина Зепникаунса, утром в одну сторону, вечером в другую сторону. Вся в заплатках, ни одного живого места нету, просто танкодром. Потом, следующий вопрос у меня, значит, въезды и выезды из Риги. Два с половиной километра пробка, допустим, каждый день по Баускому шоссе, да, вот, конкретно, я могу сказать про эту пробку. Два с половиной километра почти каждый день, одно и то же. Но нельзя, что ли, сделать хотя бы третью реверсивную полосу? В 21-м-то веке что-то надо делать, наверное, и объездную можно было бы сделать уже нормальную, договориться там с ближайшими самоуправлениями, чтобы сделать объездную нормально цивилизованную. Вокруг того же самого Таллина у наших соседей очень красивая объездная. За три года сделали почти всю объездную вокруг Таллина. Спасибо, до свидания. Спасибо. Да, так, начнем с Южного моста, четвертой части. То есть я не говорил и не могу этого говорить, что в этом году начнут копать этот проект. Этот проект еще проектируется, там еще идет трассировка, соответственно, тому, как она непосредственно пройдет, эта трасса соединительная, Слепная Кална. Я могу сказать только окончательный период, когда мы обязаны освоить эти деньги, иначе их не будет. То есть конец 21-го года. То есть если до конца 21-го года мы не можем освоить, тогда, значит, мы потеряли, ну, скажем, на вот этот, то, что мы говорим, на четвертый час Южного моста 40 миллионов евро. Ну, вот это те деньги, которые предусмотрены для этой четвертой части. То есть если мы до 21-го года конца не осваиваем, значит, мы теряем эти деньги. Ну, есть ответ. Вот когда срок. Когда начнут, значит, соответствующие проектировщики, там еще идет трассировка. Я думаю, что там начнут копать 19-й год и обязаны будут завершить. По этим... Заплатки у нас. Заплаткам, да, заплаткам. Значит, могу сказать только одно. Да, если мы смотрим, какой сегодня результат по всей Риге этим заплаткам, то он плачевный. То есть и разные держатели коммуникации, Рига Суденс, там, водоканал, тепло, там, не знаю, Латэнерго, газ. То есть у каждого свои инфраструктура, и у них у каждого что-то случается. Ну, и, соответственно, там ведутся эти ремонтные работы. По новым правилам, которые сегодня в силе, если, значит, ты делаешь какую-то эту ремонтную работу, это, конечно, не устраивает многие. Ты обязан часть полностью вот этой дороги обновить. То есть и вот это, конечно, они этим недовольны, эти держатели коммуникации, но по новым правилам эти метр на метр заплатки не годятся. То, что мы говорим сейчас, это еще идет апрель, то есть это зимний период, когда эти аварийные работы были, там ставился временный асфальт. То есть этот временный асфальт, там, где ремонтные работы проводились сейчас этой зимой, он, этот, эти все, они обязаны заменить уже настоящим асфальтом. Ну, это, эти программы, которые я вижу сейчас по дороге строительным, это начнется где-то с 10-12 мая. То есть, когда обязанный держатель коммуникации за свой счет, конечно, незадумски привести порядок определенную часть дороги. То есть это касается тех закладок или тех всех, которые были с принятием этих правил Рижской Думы. То, что мы говорим сегодня 2-3-4 года назад, и где существует сегодня очень много таких вещей. К сожалению, там, ну, мы, неправильно было бы так говорить, ждать новой аварии, чтобы привели порядок или держатель коммуникации, или когда мы сможем выделить соответствующие деньги по перефрезеровке всей, скажем, этой части. И еще у нас было въездным. По въездным не так просто. По въездным очень часть, ну, людей, которые работают в других самоуправлениях, ну, ближлежащих, Марупе, Бабите, Гаркалне, Стоппень и так далее, они живут там и едут на работу в Ригу. Все налоги попадают в эти самоуправления, куда мы от них, к сожалению, мало что получаем. Да, то есть, а сегодня вот этот въезд мы сначала хотим приводить в порядок сам город Рига. Мы, ну, будем говорить так, постройка каких-то более широких ворот по въезду, ну, из других самоуправлений, мы считаем, что, ну, тогда это более инициатива тех самоуправлений, от которых, ну, скажем, люди едут в Ригу. Ну, ну, эти наши соседи, ближлежащие самоуправлений с большим, ну, таким, с нехотением, да, идут на какие-то переговоры. Хотя мы нашли сейчас общий язык Стоппень и продлили тот же самый автобус до Гетлини, да, то есть, городской – это два километра больше уже из городской линии. Ну, то есть, есть и положительные примеры, но их не так много. У нас осталось немного времени, хотелось бы еще один вопрос зачитать, который пришел на электронную почту, касается микрорайона Золитуда. Слушатель пишет, в микрорайоне Золитуда уже давно нет скамеек. Это создает риск для пожилых людей, которым может стать плохо, и им будет даже некуда присесть. Планируется ли устанавливать Золитуда скамейки во дворах в ближайшее время? По скамейкам отдельный вопрос. Мы можем и будем устанавливать скамейки в публичных зонах, зеленых зонах, зонах отдыха, спортивных зонах, где это публичная территория, которая принадлежит городу. Если мы говорим о том, где устанавливаются скамейки, ну, скажем, прилегающих земляных землях, которые к жилому дому, то это опять вторая такая тема, которой мы соприкасаемся, ну, как, где поставить автомашину. То есть, если прилегающая территория дома, ну, то есть, она организована, где там цветочная клумба, где там, соответственно, скамейка, где там парковка машин, то, ну, как всегда большинство жителей говорят, машины ставьте где хотите, но не позволяем ставить там нигде по-другому, то скамейками так же. Ну, я уже об этом говорил, 50 плюс 1 обязаны принять, потому что кто-то мы ставим скамейку, не согласовав с жильцами, и пишутся жалобы, что эта скамейка находится очень близко к моим окнам, что на этой скамейке сидят там громкая компания, выпивает или там песни поет, не дает мне спать, уберите эту скамейку по-быстрому, да, потому что никто не дал согласия эту скамейку держать, лучше уберите ее там с другой стороны, или, ну, то есть, поставьте. То есть, если 50 плюс 1 жильцы решают, староста, не знаю, управление дома, то есть, квартира, решают, что нам нужно такие-таки скамейки, скамейки будут, но просто так поставить скамейку, да, оно вызывает, пенсионер посидел, потом пришла громкая компания молодых людей, которые начали, ну, местный репертуар песен, после этого поступает жалоба убрать скамейку. Ну, так что в этом мы обязаны работать вместе с жильцами. Если говорить по публичным территориям, этих скамейок в Риге станет больше и больше. У нас еще время, у нас еще было... Да, еще я быстро отвечу, а то мне долго осталось. Я прошлый раз взял паузу по вопросу то же самое Вестера проспекта, где детский... Мы в этом году будем на публичных зонах 12 детских площадок новых делать. На Вестера проспекте мы сделали такую на городской земле, которая находится, значит, на проспекту Вестера 39, был задан вопрос, а может там дальше еще одну сделать, там на Вестера 67, на Вестера 69, там нет городской публичной земли, там есть прилегающая вот эта земля, которая принадлежит домам. Мы готовы это сделать, там эти площадки, но это уже так же, как скамейками, относится к тому, чтобы это 50 плюс 1 из собственников обязаны принять это решение. И такое предложение было высказано, я, к примеру, скажу, одному дому это было высказано, предложение, это все детская площадка стоит 3300 евро, другое намного больше, там 6000 евро. Такие предложения были высказаны, чтобы это организовать, но, то есть, не получила поддержку большинства. Поэтому, к сожалению, там останется на проспект Вестера пока только одна детская площадка. И, а второй был тут жалоба, касающаяся этого пешеходного перехода, второй, десятой школы, строил на Якуленчу. Ну, там мне, я сам проверил, ну, там все в порядке, да, там понижены даже эти бордюры и все остальное. Ну, я не знаю, что там еще лучше сделать. Нам пора заканчивать. Напомню, это была программа «Голос Америкса». В студии работала Алиса Прухорова, помогал мне звукорежиссер Родион Золотарев. К сожалению, не успели принять еще один звонок, но не волнуйтесь, следующая передача моя. Мы через две недели встретимся, да, 14 мая. Праздники и что-то, все. Да, 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 так что подключайтесь, будем ждать ваших вопросов. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всем спасибо за участие, всего доброго и до свидания.